Священник Виктор Ястремский уже не в первый раз встречается с ребятами седьмой школы. В беседах с ними затрагивались самые разнообразные темы. Много рассуждений было о смысле жизни. Каждый человек уникален. То есть не нужно что-то дублировать, повторять за кем-то. Каждый человек ценен сам по себе. И это очень важно. Просто быть добрым, просто быть добрым, открытым человеком. А что это даёт тебе? Душевные силы, и ты понимаешь, ты видишь смысл жизни, ты понимаешь, что живёшь не напрасно, ты видишь результат, и это очень сильно мотивирует на дальнейшие какие-то поступки. Очень важно найти свой путь, следовать ему, понимать, что для вас в жизни ценно, расставлять правильные приоритеты. Концертная программа была посвящена русской культуре, православию. Ребята читали художественные произведения писателей и поэтов, выражающих в своих произведениях любовь к России. Если грекнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Гостями концерта была и творческая группа Георгиевского храма «Капля Росы», исполняющая свои произведения на иностранном языке, музыкальном жанре инди-фолк. Но от этого слова песен не становятся препятствием к пониманию смысла заложенного в них. Мы исполняем авторскую музыку на стихи свои и также на стихи ирландских, шотландских святых людей, монахов, путешественников. Ну и сегодняшний общий мотив праздника, то есть добро, которое мы несем людям, которые в этом нуждаются, конечно же, находит отражение в наших песнях. Прихожанин Никольского храма села Ермолина Игорь Шаров, музыкант и певец, спел ребятам известную проникновенную песню. Бывший ученик школы Игорь Шаров рассказал ребятам и о своем жизненном пути, и о своей дороге к храму. Храм был тем стержнем, который удержал меня на плаву и позволил мне заниматься творчеством, которое не просто несет какой-то шарпотреб или громкий звук барабана, а именно какую-то мораль, какой-то текст, какую-то патриотику. Любовь к себе, к окружающим рождает и большую любовь к отчизне. Основной ледь мотив творческой встречи школьников и представителей духовенства. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.